Полторы тысячи обращений граждан в полицию и 119 выездов пожарных по сигналу тревоги. Что еще произошло в округе на минувшей неделе? Об этом рассказали руководители структурных подразделений и органов администрации на еженедельном оперативном совещании. Анна Троян с подробностями. Свидетельство на приобретение или строительство жилья в начале заседания вручили люберецким семьям. Обладателями права на получение социальной выплаты стали еще шесть молодых пар. Льготная программа в городском округе реализуется с 2009 года. За период 2009 года было выдано 42 молодым семьям социальные выплаты на общую сумму 36 миллионов рублей. После оперативное совещание продолжилось по повестке. Так полицейские доложили, что за минувшую неделю за их помощью обратились полторы тысячи граждан. Правоохранители возбудили 40 уголовных дел. 32 из них раскрыты по горячим следам. Межмуниципальный управленный внутренний дел продолжает работать в усиленном варианте внесения службы в связи с тем, что проходят религиозные праздники, другие массовые мероприятия. Усиленный вариант работы в прошлые семь дней был и у люберецких пожарных. По их словам, количество выездов по сигналу тревоги увеличилось больше, чем вдвое. 119 раз к огнеборцам обращались за помощью. Три из них в случае пожара. Что касается пожаров, поселок Томиль на улице Жуковского, дом 17. В результате пожара обгорела комната на площади 5 квадратных метров. И, к сожалению, допущена массовая гибель. Два пожилых человека, гражданка 37-го и гражданин 31-го года рождения. Кроме того, за минувшую неделю люберецкие огнеборцы почти 40 раз выезжали на пал сухой травы. Отмечу, выжигание любой растительности, даже на собственном участке, категорически запрещено. На территории всего региона. У нас есть меры административного воздействия к нерадьям жителям, которые все-таки поджигают и занимаются поджогами сухой растительности. Согласно поручению главы округа, в Люберцах создадут инициативную группу, которая будет ловить нарушителей. Напомню, пока штраф за подобные поджоги составляет 5000 рублей. Что касается сферы ЖКХ, то в ней дела обстоят куда спокойнее. Сбои исправлялись быстро. Капитальный ремонт домов и программа «Мой подъезд» идут согласно графику. Продолжается выполнение программы «Мой подъезд». По состоянию на 16.04. выполнена работа в 30-м квартирных домах. Отремонтировано 122 подъезда, что составляет 9%. Ведутся работы по ремонту подъездов в 56 МКД. Это 163 подъезда. Также на совещании подвели итоги состоявшихся накануне субботников. Так, по общим подсчетам, в них приняли участие 94 общеобразовательных учреждения, 583 торговых объекта, 34 управляющие компании. Многие сотрудники администрации и общественные организации. И это не считая других жителей округа. Следующая массовая уборка намечена на 21 апреля. Анна Троян, Сергей Гвозев и Александр Россеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok